Возможно ли поиграть за Тейлз в игре Суник и Наклз? Да, такой ролик я записывал почти год назад и как оказалось это вполне возможно. В том ролике я с другом продемонстрировал вам два способа и первый оказался вполне рабочим нежели второй. Однако и здесь были нюансы. Дело в том, что Тейлз был на протяжении всей игры невидимым, то есть у него не было спрайта вообще. Ну как нет спрайта? Ну он вроде и есть, но вроде бы и нет. Он появляется только на одну секунду без хвоста и все, исчезает сразу же. Конечно, с одной стороны, таким образом по желанию игру пройти можно. Кроме того, система защиты там вроде как не срабатывает. Это я показывал на примере Flying Battery, который я прошел. Ну по крайней мере первый акт. С другой стороны, зачем это кому-то надо? Кроме того, это создает некоторые трудности во время прохождения. В этом ролике я объясню, как можно поиграть за Тейлз в игре Суник и Наклз со спрайтами. То есть, чтобы Тейлз уже был видимый на протяжении всей игры. Поверьте, это возможно. Для этого способа нам не понадобится сохранение. Наоборот, нам понадобится только один Game Genie или парк код. Также понадобится эмулятор KikaFusion и ROM Sonic 3 Наклз. Собственно, почему Sonic 3 Наклз? Дело в том, что если запустить обычный Sonic и Наклз, при этом активировать этот код до старта игры, то там Тейлз будет тоже невидимый. В этом-то и проблема. А нам нужен нормальный рабочий Тейлз со спрайтами. Поэтому для этого способа нужен именно ROM Sonic 3 Наклз. Запускаем его и нужно открыть саундтест. Делайте следующее. Запускайте игру за Тейлза или Соника и вы появляетесь в Angel Island. Подходите к Лиане, вешаетесь на нее и вводите следующие комбинации. Три раза влево, три раза вправо, три раза вверх, кнопка старт и эй. И вот и все, открылся у вас саундтест. В саундтесте, либо же за Соника, либо за Тейлза, выбираем Mushroom Hill. Подходим к подъемнику, вешаемся и делаем то же самое. Три раза влево, три раза вправо, три раза вверх, кнопка старт и эй. Это нужно было сделать для открытия дебаг мод. Далее с помощью саундтеста заходим снова в Angel Island. Только запускаем уровень не сразу, а нажимаем сначала эй, а потом уже старт. Вот и все, открылся у нас дебаг мод. Теперь делаем вот что. Создаем огромное количество мониторов или телевизоров с суперформой. Делаем спиндэш, получаем суперформу от огромного количества телевизоров. И в итоге у нас игра забаговалась. Причем сами видели каким образом. Ну теперь нажимаем кнопку старт и игра переключилась на Соника Наклз. Да, вот теперь мы и сделали самое сложное. Осталось только ввести Game Genie код, это вообще легко. До старта игры заходим в менюшку с Game Genie или пар кодами. Вводим его, добавляем и нажимаем на него, чтобы он был активирован. Выбираем Наклза или Соника и... Нихуя себе! Вот пожалуйста, рабочий вам нормальный Тейлз со всеми спрайтами и с хвостами. Он даже летает, представьте себе. И система защиты вообще не срабатывает, я проверял уже. При этом он будет виден не только на зоне, но еще и на спешл стейджа. Раньше он там был невидимый. То есть опять же, это рабочий нормальный Тейлз со всеми спрайтами. И за него уже можно будет даже пройти всю игру. Да, в левом нижнем углу экрана будет написано, что мы якобы играем за Соника. Однако это не так. Мы играем все-таки за Тейлза и я вам сейчас докажу еще. Вот теперь вы верите мне? Надеюсь, да. В общем, вот такой вот способ. Он и нелегкий, но и не сложный прям совсем. Все необходимое будет в описании под роликом. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем пока. Спасибо за ваше внимание. И берегите себя. Вдобавок скажу, что если вы переключились на Соник и Наклз, для того, чтобы поиграть за Тейлза, то дебагмод и саундтест останутся. И вы сможете поиграть с дебагмодом за Тейлза, если вы активировали код. Ну именно Game Genie. При этом, если вы выберете любую зону и будете играть с дебагмодом, при этом играя за Тейлза, но вы выбрали Соника, то все будет нормально. Однако, если вы выберете какой-нибудь уровень и начнете играть за Тейлза с дебагмодом, при этом выбрав не Соника, а Наклза, то вы сможете заметить глючные спрайты врагов и некоторых объектов. Не знаю, с чем это связано, но опять же, это будет только в том случае, если вы решили выбрать Наклза. Играйте с дебагмодом. Если же без дебагмода вы играете за Тейлза, но при этом выбрали Наклза, то все нормально. А если зайти на Doomsday, неважно уже за кого, за Наклза или за Соника, при этом у вас будет активирован Тейлз, то появится глючный спрайт. Это уже вне зависимости от того, кого вы выбрали, Соника или Наклза. Все равно глючный спрайт Тейлза останется, не знаю тоже, с чем это связано. Поэтому учтите этот момент.